Всем добрый день! Сегодня мы с вами будем делать потрясающую маску омолаживающую, которую я называю подарок гейши, потому что в ее составе всего два компонента, но эти два компонента испоконников использовались японскими женщинами, в частности гейшами, для ухода за своей внешностью. Итак, нам понадобится рисовая мука и нам понадобится масло камели. И эта маска обладает потрясающими омолаживающими свойствами. Во-первых, она может дать фору той популярной маске интернетовской, которую мы называем маска с эффектом ботокса. Это первый момент. Второй момент, что эта маска очень хорошо, помимо того, что разглаживает морщины, подтягивает овал лица, она еще очень хорошо отбеливает нашу кожу, высветляет нашу кожу, выравнивает тон лица, борется с такой проблемой, как дисколорация. То есть она помогает нам избавиться от разных видов пигментации. Солнечные, возрастные, печеночные пятна и так далее и тому подобное. Поэтому роскошная маска, очень простая и очень эффективная. Итак, что нам с вами понадобится? Предварительно мы с вами заливаем, запариваем или завариваем одну столовую ложку рисовой муки. Вот не поверите, весь этот объем получается из одной столовой ложки рисовой муки. То есть я предварительно просто-напросто насыпала одну столовую ложку без горки рисовой муки и заливала потихонечку кипяточком. То есть не варила. Для того, чтобы оставить максимально полезных свойств от рисовой муки, я просто-напросто вот так вот кипяточком заваривала, запаривала эту самую рисовую муку. Потихонечку перемешивала для того, чтобы не образовывались комочки. Получается вот такой вот объем в 2-3 раза больше, чем просто-напросто одной рисовой муки. Если вы хотите усилить эффект, вы можете заваривать рисовую муку молоком. Чем жирнее молоко, тем оно лучше будет для нашей сухой кожи. И я уже на своем YouTube-канале делала несколько видео, посвященных и рису, и рисовым маскам. У вас сейчас в правом верхнем углу будут всплывать подсказки. Но сегодня мы с вами к вот этой массе, к этой основе будем добавлять масло камелии. Если, скажем так, хочется сэкономить, то эту массу вы сначала можете разбавить каким-нибудь маслом. Например, оливковое, масло зародышей пшеницы, масло жажаба, какое у вас есть. Но я сразу к этой массе буду добавлять просто-напросто 2 чайные ложки масла камелия. Про это масло мы с вами отдельно поговорим, если будет интересно. Я еще буду показывать уход за волосами, за лицом. Но мы еще будем с вами делать маски. И если интересно сделать отдельное видео, как вообще гейши применяли масло камелии, то есть они его использовали и для снятия макияжа, и для укрепления волос, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. И эта маска очень хорошо перекликается с той маской, которую я делала совсем недавно. Тоже маска от пигментации. Когда мы с вами использовали глину, то есть там шел эффект детоксикации, очищения, а здесь мы с вами просто-напросто ухаживаем. И вот эту массу мы с вами просто-напросто тщательно перемешиваем. То есть все. Рисовая мука запаренная и добавленная к ней масло камелии. Почему именно в таком объеме? Потому что я эту маску наношу буквально на все. Лицо, под глаза. Очень хорошо переносит кожа век, я ее наношу. Обязательно зона шеи, декольте и руки. Вы не поверите, один из секретов японских женщин, это ухоженные руки. У них есть даже такая поговорка, у Бога нет других рук, кроме ваших. Поэтому массу я делаю в приличном количестве, но по факту это одна столовая ложка муки. И заливаю, или вы можете молоком, либо водичкой, если нет молока. И добавляю 2 чайные ложки масла камелия. Масса готова. Теперь я ее просто-напросто пойду кисточкой нанесу. Вот таким вот образом. И теперь важно. Значит, наносим мы по массажным линиям. Лицо, шея, декольте я под веки наношу. Дальше наношу эту маску на 20-30 минут. При этом я иду, укладываясь, потому что маска будет подтягивать кожу. По мере того, как она будет прихватываться и подсыхать, она будет подтягивать нашу кожу. То есть у нее еще мощный лифтинг эффект. Поэтому лучше прилечь. Не ходить, не хлюпать. И для того, чтобы у нас лифтинг пошел, что называется, снизу вверх, спереди назад. Поэтому наношу, укладываясь на 20-30 минут и строгое молчание. Такие маски желательно делать курсом 8-10-12-15. Делать 1-2 раза в неделю. И еще раз повторю, что очень хорошо, если наша задача убрать пигментацию, осветлить кожу лица, ее сочетать с той маской, которую я делала. Сейчас в правом верхнем углу будет всплывать подсказка. То есть, когда мы с вами использовали глину в качестве очищения, вот это вот просто уход. Результат с ног шибательной. Бархатистая нежная кожа гарантирована уже после первого применения. Но я жду ваши комментарии, если вы хотите больше узнать про масло камелии, как его применять, как его применяли гель. Поэтому берите себе на вооружение, делайте и наслаждайтесь.